Вы увидите это только у нас. Уникальные кадры самого пекла войны глазами наших журналистов. Вооруженные силы Украины умножают на ноль захватнические планы врага по всей линии фронта. Путинская свора сходит с ума от бессилия и продолжает зверские обстрелы мирных украинских городов. Все комнаты тряслись, было очень страшно. Но наши защитники заставят захватчиков ответить за все военные преступления. Смерть врагам. За Черниги. Огненные, горячие и пылающие кадры с передовой смотрите прямо сейчас. Кровавая война, развязанная Владимиром Путиным, продолжается. Продолжается героическое сопротивление украинских вооруженных сил и всего украинского народа в борьбе за свою свободу. Приветствую. Это Фронт Ньюс. С вами Владимир Тимошенко. Следующие 30 минут вас ждет правда о войне, которую наши журналисты добывают из самых горячих боевых точек. Готовы? Тогда мы начинаем. И начинаем сразу же с уникальных кадров. Донецкое направление фронта. Самое пекло войны. Здесь оккупанты охотятся на украинскую артиллерию с помощью дронов-камикадзе. И такое количество этих самых вражеских дронов – это красноречивое доказательство меткой работы украинских артиллеристов. Слишком уж много россияне теряют техники и живой силы, складов боеприпасов, поэтому пытаются этому противодействовать. А украинские защитники неустанно защищают родную землю от непрошенных гостей. Далее репортаж с Донецкого участка фронта от корреспондента ТСН Ивана Петричака. Это лес где-то на Донецком направлении. Именно в таких местах украинские деревья хорошо маскируют нашу артиллерию от вражеских глаз. И отсюда артиллерия уничтожает оккупантов. Именно тут работает 59-я отдельная механизированная бригада. Со стационарной позиции расчет американской гаубицы спешит развернуться. Как только командир получит координаты, необходимо работать. Ставьте, ставьте. Вражаем. Выстрел. Гаубицы на стационаре. Натовский 155-мм калибр ложится в цель. Четко и ровно. О, есть. Четко в цель? Да. Молодцы. За раз арта бросает россиянам несколько снарядов и маскируется. Разведка передает в небо, оккупанты подняли дроны. Сейчас в воздухе висит вражеская птичка, поэтому нам нужно было немного спрятаться, чтобы не маячить. Участок фронта на Донецком направлении, объясняет командир пушки, один из самых сложных. Окупанты за годы войны здесь хорошо окопались и к обороне готовы. Каждый наш выстрел пытается выявить с воздуха и насыпать в ответ. Чтобы не выявить себя, работа наших – это считанные минуты. Развернулись, отстрелялись, замаскировались и в укрытие. Нужно слушать небо. Наши хорошо работают. Наши хорошо работают. Вот это, ох, хорошо. Добрый день. Добрый день. За ним еще один, уже ближе. Не-не-не, не вставай. Осколочки хорошо падают. Осколочки хорошо падают. Но это точно не по нам, убеждает Бенджамин. Это оккупанты забрасывают соседние позиции, где раньше стояла техника. Это не по нам. Они просто проходят по тем точкам, где когда-то что-то было. У них засечка была. Сейчас они туда бросили пару штук. Сюда сейчас бросят пару штук. Еще, может, куда-то туда бросят. В ту сторону. Информацию о работе врага командир уже передал командованию. По нам прилетело. Мы делаем доклад, что на нам приходы. Выезжает контрбатарейная. Сейчас по ним работают наши грады. Дадут им. Успокоят их немного. И, в общем-то, на этом все. Место стрельбы оккупантов выявили. Грады уже в дороге. Нам дали цель. Сейчас будем отрабатывать. Цель достаточно далеко. Стреляют оккупанты фактически из тыла. Но этот участок, который даже за линией фронта, для нас легко доступен. Передвижная реактивная артиллерия поддерживает ствольную. Это контрбатарейная стрельба. На подавление вражеской артиллерии открыта пехота. То есть она где-то идет, наступает. Тогда можно и поражать. Легкобронированная техника – это БМП. Какие-то бронированные машины или грузовики тоже можно разбить. Работы много? Работы очень много. Фронт в районе Донецка пока что продвигается тяжело. Работа идет на уничтожение потенциала оккупантов. Пока небо затихло, ребята обслуживают позиции. Срубленные для маскировки ветки на солнце быстро сохнут. И чтобы они не выдавали расчет, их здесь обновляют трижды в день. И регулярно подвозят боеприпасы. Чтобы при необходимости выпустить по оккупантам снаряд, работы около оружия много, но выполнить задачу – поддержать фронт. Артиллеристы готовы в любую минуту. А еще на этой неделе враг традиционно осуществлял очередные военные преступления на территории независимой Украины. Мы про новые ракетно-дроновые атаки. Досталось Днепру, Львову, Луцку и многим другим населенным пунктам. Россия снова ударила по Украине всем, что у них есть. Попадали по детским садикам, спорткомплексам и жилым домам. Три человека погибло в Луцке. Девятнадцать ранены во Львове и трое в Днепре. Как эти города приходят в себя от ракетного террора? Смотрите далее в материале наших коллег с телевизионной службы новостей. В Луцке враг двумя крылатыми ракетами попал в предприятие, которое изготовляет подшипники для автомобилей. Погибло трое работников. Самому младшему было 27 лет. Он только недавно создал семью. Еще четверо получили ранения. Одного спасателям пришлось доставать из-под завалов. Им предоставлена специализированная медицинская помощь. Один пациент прооперирован. Их в состоянии удовлетворительной средней тяжести. Местная власть выделит семьям погибших по 200 тысяч гривен и оплатит лечение. В то же время военные сотой бригады отдельной территориальной обороны, в которой воюют волыняне, подготовили россиянам месть за погибших земляков. В Днепре убирают последствия вражеской атаки. Семь ракет силам ПВО удалось сбить, остальные повлекли за собой разрушение. В спортклубе, в котором занимаются сотни людей, выбиты окна. Повреждено здание. Перед выходом огромнейшая воронка. Тут проходили всеукраинские соревнования, рассказывает пловчиха юниорской сборной Украины Мария. Она с командой приехала тренироваться сюда с Полтавы. Жили в комнатах спорткомплекса. Мы услышали первый взрыв, нам осветило всю комнату. После этого нас и подняли. Мы быстро побежали в подвал. Когда собирались, услышали уже второй взрыв. Все комнаты тряслись, было очень страшно. Когда спускались в подвал, услышали уже и третий взрыв. Мы спускались в подвал, почули третий взрыв. Трое людей получили ранения. 70-летнего мужчину в состоянии средней тяжести госпитализировали. Часть ракет попала в предприятие, спровоцировав пожар. Во второй раз полностью без окон остался волонтерский центр рядом со спортклубом. Разрушения, связанные с выбитыми окнами, а также испорчена продукция для гуманитарной помощи, которую сегодня должны были получить 50 семей. Во Львове масштабы разрушения еще серьезней. По области выпустили семь ракет. Одна попала во двор детского сада. Никто не пострадал, лишь потому, что атаковали россияне утром. Пятиэтажный дом напротив принял ударную волну на себя. Повылетали окна и двери, загорелась крыша, а за ней и квартиры нижних этажей. Пострадали и частные дома. Мы проснулись и пошли в подвал. Где-то через несколько минут уже услышали страшный звук. Здесь было забетонировано между нашим домом и детским садом. Оно ударило сначала по территории детского сада. Потом перелетело наш дом, который высотой 15 метров, ударило по крыше и разбило ее. 15 человек с порезами, ушибами и в шоковом состоянии осмотрели врачи. Из-за атаки россиян повреждено 40 домов во Львове и области. На возобновление жилья город планирует выделить 20 миллионов гривен. Настал черед для детального анализа оперативной обстановки на пылающем Бахмутском направлении. Российские псевдосолдаты продолжают свою кровавую вакханалию. На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Белой горы Донецкой области. Нанес авиационные удары в районе Васюковки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов. Среди них Ивановская, Часовьяр, Притечино, Северная, Железная и Дружба Донецкой области. А сейчас вы увидите, что такое карма и как она настигает российских вояк. Сначала они убивали и разрушали в украинской буче, а теперь уже в районе Бахмута. Вот такой кровавый боевой путь одного из подразделений российской регулярной армии, которая сейчас находится на Донеччине. Но знаете, попытки удержать захваченные территории на этом участке фронта каждый день стоят захватчикам безумных потерь. Ведь наша армия не нусует как самих оккупантов, так и их военную технику. Как именно это происходит? Смотрите далее в эксклюзивном материале корреспондента ТСН Ивана Петричака. Сейчас вы слышите, как звучит утро на Донбассе. От нас до линии фронта дистанция достаточно большая, но звуки слышно со всех сторон и достаточно хорошо. Мы на севере от Бахмута. От нуля сюда в три раза меньше, чем дальности тяжелого миномета. Просто закинуть в минометы. Хочу сказать, что мина обнуляет русского. На рассвете бойцы 30-й отдельной механизированной бригады готовят оккупантам 120-й калибр. Пока на первой линии наша пехота бьется, здесь воюют окопно и поддерживают фронт. Каждый раз, как только противник выявляется, его уничтожают. По рации расчет получает очередные координаты. Наш беспилотник по ту сторону увидел, как оккупанты выставляют к работе свой миномет. Действовать нужно быстро. Работаем, работаем. Время. Несколько минут, и ребята уже готовы подавить противника до того, как он успеет выстрелить по нам. За Чернигов. Выстрел. Каждый раз, бросая оккупантам мину, Александр напоминает, за что. За Чернигов. Боя Чернигов. За Чернигов, ведь я оттуда. Оккупанты пришли, горе наделали. Вот и даем сдачу им. Даем сдачи. Добавляет бойцам мотивации то, что врага они знают в лицо. В Бахмуте сейчас есть и те, кто раньше уже побывали в Буче, Гастомеле и Ирпене. За все их зверства, обещают защитники, здесь прощения не будет. Проводим штурмовые действия, которые имеют определенный успех как на этом направлении, так и на другом. Противник здесь не такой, как был раньше, уже не Вагнер, сейчас регулярные войска. Если по-простому, то это та бригада, которая была в Буче. Мотивация есть всегда, но какого-то там сожаления нет. Это свиньи, это твари. Снесли под фундамент. Сейчас они гордятся тем, что они взяли Бахмут. Так они в этом Бахмуте и останутся. Кроме миномета, уничтожают оккупантов тут и из танкового гранатомета. Господа, хороший оружие? Это хорошее оружие? Замечательное. Четыре с половиной по прицелу мы можем на семерочку закинуть, на семь километров кидаем. Много часов сидим возле нее, чтобы даже ночью понимать, куда нам стрелять. Оружие еще советское, но действенное, рассказывает Виталий. Для него война началась еще в четырнадцатом и закончится, уверяет мужчина, лишь после полной победы. Характер такой. Характер такой. Я дома не смогу сидеть. Я здесь самый старый из СПГшников. Я же всех их научил. Я их научил. Он здесь один из самых опытных и обучает молодых, как правильно делать. Смерть врагам! В независимость воины добывают кровью и потом. И делать свой выбор готовы разве что между типом боеприпасов. Кумулятивный для российского танка или же осколочный для той же вражеской пехоты. И лишь вперед. Выстрел! Это северные окрестности Бахмута. И такая здесь война, говорят военные. Активных передвижений от оккупантов здесь пока что не наблюдается. Но война идет на истощение врага. И уничтожение его живой силы, техники и боеприпасов. А сейчас настал черед перенестись и детально проанализировать оперативную обстановку на Херсонском направлении. Русский мир и тут продолжает грабить, калечить и убивать. На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов. Среди них Антоновка, Зеленовка, Камышаны, Днепровская, Херсон, Пелетенская, Томинобалка Херсонской области и Куцуруб, Очаков, Николаевской области. Конечно же, одним из самых горячих участков боевых действий южного направления остается Херсонщина. Освобожденные еще в ноябре прошлого года населенные пункты российские войска обстреливают до сих пор и фактически ежедневно. Вот, например, по селу Александровка россияне бьют из градов и гаубиц из оккупированной Кинбурнской косы. Сейчас там нет ни одного уцелевшего здания. А после интенсивных боев за этот населенный пункт в марте и апреле прошлого года осталось много мин и других взрывоопасных предметов. Между тем, туда, в это село возвращаются люди. А военные саперы, несмотря на постоянные обстрелы, постепенно разминируют село. Детали этой жизни на грани смерти. В сюжете наших коллег с телерадиокомпанией БРИС. Напоминанием о боях за село в феврале-марте 2022 года стала сожженная техника на въезде в Александровку. Оборону здесь держала бригада имени рыцарей зимнего похода. Они выстояли, даже находясь в полном окружении. Враг со всего имеющегося вооружения стрелял и по зданиям, которые удерживали воины ВСУ, и по детскому саду, в котором прятались местные жители. Били по башням связи, водонапорной башни, другим коммунальным зданиям и жилым домам. В то время здесь продолжались и тяжелые уличные бои по всей деревне. И только 17 апреля россиянам удалось полностью занять Александровку, а 10 ноября она была освобождена. По официальной информации, при освобождении Александровки погиб 21 местный житель. Еще четверо считаются пропавшими без вести. Но после 10 ноября в село вернулось не менее 150 человек. И это несмотря на отсутствие крыши над головой и других удобств. Сейчас местное население интенсивно возвращается. Появляется свет благодаря труду облэнерго, налаживается вода, ее временно пока что подают. Но тем не менее, по чуть-чуть она все-таки есть. Начали работать магазины. С берега лимана хорошо видно Кингунскую косу. Пока что там засели враги. И судя по их обстрелам, главная цель для них не позиции силы обороны, а именно село и его жители. Наши ребята, слава богу, попадают нормально. Они на самом деле неплохо им отвечают. Россияне они ведь как? Они стреляют по кому? По мирному населению, по домам, по всему, что видят. Сейчас для местных жителей главная угроза заключается не в ежедневных обстрелах. Они к этому уже давно привыкли. А в том, что почти на каждом шагу здесь стоят мины и разбросаны другие взрывоопасные предметы. Разминированием села сейчас занимаются саперы 123-й отдельной бригады территориальной обороны. Работы для саперов хватит еще, наверное, не на один десяток лет. Находят и в домах, и на огородах. Большое количество боеприпасов попадают в бассейны, скважины, туда, где была питьевая вода. Оставили неприятностей очень много. Бесчеловечная сущность русского войска, убийство и мародерство на примере Александровки проявляется в том, что они, убегая отсюда, почти все свои взрывные ловушки настроили именно на мирных жителей села. Благодаря тому, что на том спальном месте жила бабушка, которая не имела большого веса и не шевелила диван, на котором она находилась, была обезврежена ручную гранату F1 в свободном боевом состоянии. Она была зажата между диваном и стеной. Хорошо, что хозяин жилища увидел это, вызвал саперов и разминировали. Несмотря ни на что, Александровка, как и все другие города и села Украины, держится, живет и работает. Местные жители чем могут, тем и помогают военным. А военные, в свою очередь, держат оборону, защищают и разминируют нашу землю. В общем-то, все приближают победу вместе. Ну что же, теперь у нас есть возможность проанализировать оперативную обстановку на Лиманском направлении. Сейчас этот участок фронта – одна из главных целей путинских нелюдей. На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. При этом нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Тернов и Амполя Северска Донецкой области. Артиллерийским обстрелом подверглись более 20 населенных пунктов. В частности, Невская, Деброва, Белогоровка Луганской области и Спирная, Зваровка, Федоровка, Раздолевка Донецкой области. Лес, уничтоженный войной. Россияне совершают очередной экоцид на Луганщине, уничтожая Серебрянское лесничество, то есть более 100 гектаров леса. Это один из самых горячих участков фронта. Бойцы, которые держат это направление от Лимана и в сторону Кременной, говорят, воевать в лесу сложнее, чем в городе. Но наши герои это делают. Успешно выкуривают непрошенных гостей из территории Серебрянского лесничества в том числе. Уникальные кадры боев в следующем сюжете от корреспондентки ТСН Натальи Нагорной. Это территория, которая уже 11 месяцев свободна от врага, но не от обстрелов. Рядом граница Донецкой и Луганской области. Смысла здесь что-то возобновлять пока что нет, ведь боевые действия обострились. Окупанты вновь уничтожают все вокруг. Мы едем в лес. Посмотреть, где движение и показать движение. На мониторах сотни гектаров сплошного леса, в котором можно рассмотреть и наших, и врагов. Обычно они копают себе одиночные норы, очень быстро копают, а уже позже норы соединяют проходами. Основная проблема боев в лесу в том, что не каждый вид вооружения может позволить их качественно выгонять из этих нор. Это основная наша проблема. Вот, видите, один, второй, третий пошел. В кусты забежал. Здесь, в кустах, у них нора. Это серебрянское лесничество. Его большие ожоги хорошо видно сверху. Лес такими местами сожжен. Они сжигают очень много. Враг использует очень много зажигательных мин, фосфорных боеприпасов, чтобы осуществлять верховые пожары. Мы в выкопанном тайнике, и кажется, что здесь безопасно. Но вражеская авиация и ракеты выискивают именно такие места. Противник использует кабы, пробует найти такие пункты управления, как этот, в котором мы сейчас с вами находимся. Пытается стрелять по нам, найти пункт управления, бить по гражданской инфраструктуре и лиману. Фугас рассказывает, как целились по нему, и даже смеется. Они там думали, что уже все, должность свободна, но не все так просто. Он чудом остался жив. Высокоточной своей ракетой ударили, но промахнулись, сожгли мне машину. Это разве промахнулись? Промахнулись, я ведь стою перед вами, не попали. Сожгли машину, сволочи. Пока мы из-под земли на мониторах наблюдаем за нашим лесом, сверху практически все время угроза ракетного удара. Отбой ракетной безопасности? Если есть диванные эксперты, которые могут рассказать о войне, то, как правило, они сидят вот на таких диванах, где-то под землей и перед десятком мониторов, где на экране постоянно показывают боевые действия. Это не поймешь ни в самом лесу, ни на мониторе, сколько их там много. Противник сконцентрировал здесь достаточно большое количество своих сил и средств, которые преобладают нас в количестве. Пока мы наблюдаем, артиллерия работает. Было? Молодцы. Фугас объясняет, кто будет контролировать Серебрянский лес, тот и сможет двигаться вперед. Они очень хотят выйти на Краматорск. Славянск, Краматорск. Нам необходим лес для того, чтобы взять Кременную. С Кременной открывается хорошая дорога на Северодонецк, Лисичанск и так далее. Это те города, которые обязательно нужно вернуть. Во время каждого такого интервью мы обязательно слышим одну и ту же фразу. Каждый метр леса, поля или улицы города возвращаются дорогой ценой. Это жизнь и здоровье людей, которые надели камуфляжи, встали на защиту этих территорий. Далее мы переходим к Запорожскому направлению фронта. Подлый враг и тут продолжает осуществлять геноцид украинского народа. На Запорожском направлении противник нанес авиационный удар в районе Работино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов. Среди них Новодаровка, Левадная, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное Запорожской области. Очаков. Этот город в Николаевской области россияне просто-таки стирают с лица земли. Ведь сюда достает ствольная артиллерия. До врага здесь 2,5 километров. До того самого врага, который находится на Кинбурнской косе. А еще Очаков – это страшные жизненные истории. Вот, например, герой следующего сюжета Юрий получил тяжелую контузию. И теперь даже не выходит с подвала. Ведь враг намеренно гатит по жилым кварталам. Детали в эксклюзивном и щемящем душу материале от корреспондентки ТСН Маргариты Потаповой. Птицы летят вдоль морского побережья. Чайки качаются на волнах. Когда-то переполненные отдыхающими пляжи обросли травой. Очаков когда-то курортный, а теперь слепой город. Так его называют местные жители из-за того, что в городе практически везде выбиты окна. И люди прячутся в большинстве случаев в подвалах. Сюда достает ствольная артиллерия. А до врага здесь 2,5 километра до Кинбурнской косы. Смотри, как разгорелось. Ох, еб**а. Это квартира на пятом этаже одного из очаковских домов. Одна из тех, которая выгорела дотла. Выбиты окна, посеченные осколками заборы. Для Очакова это уже привычные картинки. Город под постоянным артиллерийским вражеским окнем. 45-летний Юрий не выходит из этого подвала с трезубом на стене и самодельным столом. Во время прошлого российского обстрела получил контузию. Но спасся. Ведь успел забежать в укрытие. Вместе с Юрием в подвале дома живет пес с прозвищем Ганс. Собака также пережила не один обстрел оккупантов и имеет в теле осколки от снарядов. Лидия смотрит за квартирой сестры, которая выехала из Очакова. Она жила в соседнем с Юрием домом. Сегодня мастера должны забить выбитые окна фанерой. Справиться должны быстро. Ведь на улицу люди здесь выходят лишь утром. Ближе к обеду Очаков превращается в пустырь. Российские войска выставляют свои пушки среди жилого сектора в оккупированных населенных пунктах. Люди говорят, что они уже все, что могли, ограбили. Все дома открыты, это на хуторах. В самом ближайшем селе к нам через воду. А дальше я даже не знаю, что там. Если брать этот месяц, месяц серпень. Если брать этот месяц, месяц август, то только один день был без обстрелов непосредственно. Но враг обстреливает и другие территории. Страдает не только город Очаков, но и Очаковская территориальная община, Куцурубская и ее населенные пункты. Во всех районах города устанавливают укрытия, чтобы местные могли прятаться от российских снарядов. Около одного из укрытий на лавочке дышит воздухом Марина. Она работает на станции скорой помощи. Из города не выезжала ни на день. К постоянным обстрелам Очакова уже привыкла. Трясемся, как начинается обстрел и бежим в ванную. Уже надоело бегать в подвал, честно скажу. Потому что по несколько раз на день вскакивать и бежать в подвал надоедает. Уже бегу в ванную теперь. На свой риск. Прибрежную территорию Кенбургской косы россияне плотно заминировали. Ведь опасаются высадки украинских спецназовцев. Но кое-где и сами попадают на минные заграждения. За всеми передвижениями вражеских войск наши оборонцы внимательно следят с высоты. И аэроразведчики помогают артиллеристам. Противник применяет активный рэп. Противник применяет активный рэп. Поскольку летательными средствами не всегда есть возможность отбивать атаки врага, а мы ищем щели в их обороне. И когда нам это удается, мы, естественно, наносим удар. Непосредственно огневой контакт держим при помощи артиллерии. Примаем за допомогой артиллерии. Не давать покоя россиянам ни в акватории Днепровско-Букского лимана. Ни в Черном море, ни на суше. С этой задачей эффективно справляются силы спецопераций. На днях на южном направлении после разведки позиций оккупантов они сожгли российский инженерный комплекс торнадо, миномет и бронетехнику. В результате успешных ударов бойцам удалось уничтожить сразу же пять целей противника. Спецназовцы предупреждают врага, будут работать и дальше, пока не уничтожат всех, кто пришел с целью захвата украинской земли. Итак, на сегодня все, но уже очень скоро в программе Фронт Ньюс новые уникальные материалы наших журналистов из самых горячих точек войны, добытые для того, чтобы вы знали правду. С вами был Владимир Тимошенко. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин